Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем нашу рубрику по списку. Сегодняшним нашим пациентом является игрушка Hexels Infinity. Это, кажется, просто Hexels, только с бесконечным режимом. Я не помню, почему я выбрала именно эту игру. Я купила её вдохновлённая с занимательными побегушками, если так можно назвать, в этих прекрасных сотах от Кини. И мне понравилось, мне показалось, что это будет отличной такой головоломочкой для дней, когда ты не сильно хочешь тупить в кликере, а хочется где-то циферки попереставлять. Но вы видите по процентажу, что не сильно у меня получается. Игрушка 2014 года, но Мэтью Браун, если я не ошибаюсь, это единоличный создатель этой игрушки. Он постоянно клепает такого плана игры, и как-то недавно уже вышла ещё вот в таком же направлении, с циферками, с заморочками. В общем, интересно. Давайте начнём новый слот. А обучалочку можно, нет? Это и есть обучалочка. Начнём с первого. И, собственно, первые уровни, первый вот этот кружочек уровней – это обучение, которое объясняет нам, в чём суть этой игрушки. Это очень похоже на сапёра, такой, знаете себе, сапёрчик. Нам показывают циферку, и это значит, что в окружении этого шестиугольника, наверное, проще будет. Шестиугольника – такое количество закрашенных клеточек. Если же написано 0, значит здесь ничего нет. Всё как обычно, всё как в сапёре. То есть просчитываем, смотрим и закрашиваем. Всё предельно просто. У нас есть уровни, у нас есть всяческие, во-первых, ачивки, дополнительные эти кубики. Вот когда вы очень хорошо проходите уровень, не делаете никаких ошибок, вы получаете очёчки, за которые открываются следующие уровни. Я не знаю, меня прям очень поначалу вдохновила эта игрушка, а потом как-то попустила. Бывает такое. Так, есть 2, есть 1, есть 0. И вот тут у нас уже вопрос. А где же? Где же? То есть она не здесь и не здесь. Потому что вот здесь обязательно должно быть. Здесь нету, значит вот так вот. Логика! Я даже не знаю, что ещё можно рассказывать про эту игрульку, помимо того, что это занимательно, вот. Ещё надо просчитывать, вот здесь есть из 6, есть 5. Прямо-прямо вот точно. 2 вот здесь, здесь только 1 может быть. Потому что здесь единичка. Где же он? Здесь или здесь? Никто не знает. Но мы точно знаем, что он не здесь. Поэтому эти ячейки можно спокойно открывать и заходить с этой стороны. Вот. Видите? Вот это уже решилось, и значит она здесь сидит. Я не знаю. Я не знаю, как комментировать эту игру, потому что в неё просто надо играть. Самое прикольное, что здесь есть, можно бесконечные, можно создавать, я не знаю, в Инфинит есть это или нет, можно задавать седы вот этих карт. То есть не просто, что вы прошли заданные вот все уровни, которые есть, и всё, можно удалять игрушку. Нет. Это как в Майнкрафте. Вы можете ввести сид, и вам сгенерируется поле. Оно будет решаемое. Насколько оно будет сложным, я не знаю, от чего сложность зависит поле. Но оно точно будет решаемо. И самое прикольное, вот Кинни брала и дни рождения зрителей, шли в седы, и очень было интересно посмотреть, у кого какое поле получилось, потому что, ну вот, все мы разные, и насколько сложное вот было посмотреть интересно. Так, и знаете, у меня очень тяжело и думать, и говорить. Эй, я не то сделала. Я не то сделала, чёрт. Ах, одну фишечку, перепутали кнопочку, и всё, одну фишечку уже не туда. Ну ничего, у нас всё равно всё хорошо с фишечками. Следующее, это, собственно, идёт обучение. Потом следующее, это нас научили с простыми ячейками, как работать. Следующие ячейки, это уже с некоторыми поправками. То есть, если есть вот такие скобочки, это значит, что полосочка идёт непрерывно. Не вот так вот, один здесь, один здесь, один здесь. И в сумме мы получаем всё-таки три. Но нет, здесь вот так они должны быть расположены. Обязательно. И так намного проще решать. Если вот здесь должно быть три, а здесь должно быть два, то тройка обязательно должна начинаться здесь. Вот по-другому просто не может быть. И это уже намного упрощает задачу. Не так ли? Набрали 17 кубиков. И вот теперь нам предлагают решить задачу немножечко посложнее. То есть, у нас должно быть два подряд. Если они два подряд, значит, вот здесь они уже не могут быть, насколько я понимаю. Поэтому здесь будет нолик. Вот. Здесь у нас двоечка. И что же дальше? Из этих двух, что сверху, ну, понимаем это как в судоку. То есть, если есть два закрашенных квадратика на три ячейки, значит, вот этот точно будет закрашенный. Как там дальше? Ну, будет видно. Но этот точно закрашенный. Что же делать с этими двоечками? Здесь точно должна быть единичка где-то. Она может быть здесь, здесь, здесь. Но так, чтобы не мешать вот этим. Если я поставлю единичку здесь. Хм. Тут точно так же работаем с двоечками. Если на трех клетках должна быть две закрашенные. Я прогадала. Потому что они ж не цельные. Ну, хорошо. Ну, хорошо. На это я пойтить могу. А вот здесь должно быть три. Отлично. Отлично. А вот здесь уже одна. Все. Мы решили нашу двоечку. И это замечательно. Три. Раз, два. Три. Супер. С одной ошибкой не так уж страшно. Я могла и хуже. Это точно. И так с каждым нововведением, с каждым новым условием, которое здесь встречается. Также есть обозначение, что, например, в колонке ничего не может быть. Или, например, что на диагонали, на диагонали, вот, может быть какое-то количество ячеек. И здесь можно будет включать направляющие, чтобы видеть, сколько их там должно быть. Вот, например, еще одно обозначение, которое предупреждает нас, что даже если две клетки будут закрашены, они должны быть разделены. Обязательно. Прямо обзязательно. Поэтому можно смело сделать вот так вот. И мы все простенько решим. Если две клетки должны быть разделены, значит она точно здесь и где-то здесь. Но где здесь? Вот это вопрос. Но точно не здесь. Достаточно просто. И вот введение в то, что я вам говорила, что есть направляющие. Когда вам показывают, сколько в этой линии, я не знаю, диагонали есть закрашенных ячеек. Здесь уже надо аккуратненько смотреть и считать. Потому что, видите, она может пересекаться. Ну, то есть переходить из какой-то фигуры в какую-то... Здесь же не все закрашено. Здесь такой спиннер. Вот. Либо же в таком направлении. Видите, если здесь точно две клетки закрашены, то они еще с разрывом закрашены. Как интересно! Единственное, что мне не нравится и местами немного раздражает, это когда у вас вот такая вот конструкция. И, в принципе, вот эти направляющие помогают решить, вот если вы решили вот этот хвостик, эти направляющие помогают вам решить вот этот хвостик, эта направляющая, вот этот хвостик, эти цифры сюда. Но вот это фигатень по центру, которая абсолютно ничем не связана. Как ее решать? Я ума не приложу. У Ки есть какая-то своя тактика. Но, знаете, я человек на авось, и я не знаю. Мне кажется, что у меня это получается на авось решать. Так что непонятно. Вот почему-то после знака вопроса здесь везде нолики. На это же не гарантировано. Это совершенно не гарантировано. Как-то так. Я сделала три ошибки, но это, как по мне, не сильно страшно. И еще вроде бы последнее какое-то дополнение. Дополнение. Ну, одно из дополнительных условий. Это увеличение радиуса вот этой нашей клеточки. Если черная клеточка показывает количество закрашенных шестиугольников в ближнем круге, то синий шестиугольник закрашенный, он показывает... Клеточка, я все клеточками называю. Он показывает вот такой вот огромный. То есть, если здесь написано единица, значит, здесь больше ничего не должно быть. А, должна быть одна закрашенная. Точно. Я настроила, что там вообще ничего не должно быть. Окей. Это еще и включая вот эту клетку. Эти уровни я еще не решала. Вы себе представляете, вот это все потом смешать в одну кучу. Вот так. Вот так. Ну и, по сути, здесь ничего больше не должно быть. А, нет. И что же здесь? Ну, как бы вот это этот. Здесь закрашено? А по какому такому принципу? Все, я поняла. Я поняла, по какому такому принципу. Оно и включает... Оно включает ее, если где-то рядом еще есть циферки. Но не считает ее, как количество клеток, которые она должна закрасить. Как интересно. Я, честно говоря, не помню со стримовки, что там дальше. Какие еще усложнятили есть. Но это интересно. Интересно. Я, конечно, предпочитаю бумажные варианты всяческих вот этих игр с цифрами. Не знаю, почему. Не знаю. Я очень люблю судоку, но в электронные никогда не могу играть. Мне нравятся бумажные. Поэтому я постоянно покупаю вот эти никому не нужные бумажные томы с судоку. Ну, вот это лично мое. И в такую игрушку можно играть, когда вам хочется просто пробудить мозг, расшевелить его как-то, растормошить и потом уже браться за какую-то более серьезную работу. Отлично подходит. По соотношению цена-качество вообще прекрасно. И то, что это сделал один человек, он просто умница-красавица. И даже тем, что вы купите какую-то игрушку, стоит того, чтобы его поддержать. Вот серьезно. Потому что он в одиночку клепает замечательные головоломки, которых так не хватает в стиме. Я думаю, на этом все. Если вам нравится эта игрушка, обязательно напишите в комментариях, сколько часов вы там насидели, сколько шестиугольников наклепали. Делитесь своими успехами. А с вами была Флешка и всем пока-пока!